Для женщины семья, для женщины родить ребенка и его выкормить, а для мужчины его цели, может я сказал как-то неправильно выразился, может быть, но у мужчины цель развиваться во всем и одновременно иметь возможность получать удовольствие, я как выше сказал, мужское удовольствие. Это не только физически-интеллектуально и улучшать комфорт жизни и финансово стабильного быть, но и цель получения какого-то возможного удовольствия, кто-то сплавляется по веке, кто-то на охоту ходит, кто-то еще что-то. Это для женщины, детей и семья, а для мужчины движение вперед все время, победа в каких-то своих задачах. Мужчина достигает победу, даже в мелочах, я выше говорил, в физическом своем уровне, повышая свой. Там какой-то результат, это для него победа, маленькая, незаметная, ни для кого, но в голове у него ощущение какого-то достигнутого результата и, соответственно, он себе дальше повышает планку. Понятно, что до бесконечности это не может быть, но это меняется, это все зависит от человека. У мужчины цель конечная, его цель. Ну вот спроси у своей бабушки, если есть у кого-то, у знакомых, может у старшего поколения. Когда они были маленькими, в школе, на тетрадках, на задней странице, в черновиках, девочки рисовали свадебные платья. Пацаны рисовали автоматы, самолеты, танки, пушки. И когда их спрашивали в школе, у девочек кем вы хотите быть, они говорили, что хотят быть врачихой, учительницей там, женской специальности называли. А пацаны кем хотели быть? А пацаны хотели быть капитанами кораблей, подводных лодок, штурманами, самолетом, космонавтами, первопроходцами и так далее, и так далее. А женщине не нужно, чтобы ты особенно на нее обращал внимание. Ей нужно, чтобы ты реализовал ее цель. А обращение внимания это по стоку-проскольку. Но главное, чтобы ты исполнял то, что ей нужно было. И продолжаешь. Ты привязан через ребенка, и она это понимает. И этим держит тебя. И думает, что будет так же держать тебя и управлять. Ей даже говорить тебе ничего не нужно. Не видеть, не звонить. Но через ребенка она будет тобой управлять. Это женская модель поведения, женские ценности. Она делает все, в основном за счет кого-то, для достижения этой цели. А мужчина зарабатывает деньги для реализации своих целей. Ее мужские цели могут быть разные. Кто-то хочет себе купить простую лодку. Кто-то хочет оружие на охоту. Кто-то дорогие купить. Кто-то, блин, с лука пострелять. Буду кофейные. Кто-то, блин, ну не знаю, поехать, блин, съездить в Тибет. У каждого свои цели. Мы работаем, зарабатываем для того, чтобы себя реализовать в чем-то. В своем видении. В том, от чего ты получишь кайф. У мужчины ценности не материальные. Мужчина больше духовный. Он материально зарабатывает для реализации своих целей и ценностей. Но вернемся, допустим, к детям. Ты должен в семье исполнять в нынешней ситуации, в нынешней модели поведения между членами семьи и, соответственно, ребенка. Если ты не покупаешь ему игрушку, как у соседа Пети, или не купил велосипед, как у Саши во дворе, с кем кто играет, значит, ты херовый папа. Значит, ты не исполнил. Понимаешь? Даже дети оценивают, к сожалению, очень часто, не без помощи матерей отца, как материальную ценностью. В этом вся шутка. И кто думает, вот я буду видеть сына раз в неделю, вот он обо мне не будет забывать. А у него уже модель сложного поведения и продолжает это забиваться в голову. Что папа, если купил, значит, он хороший. А не купил, не исполнил поставленную задачу, что мама вбила в голову. Скажи, папа, пусть тебе купят. Значит, папа гомно. Значит, папу можно выкинуть. У меня такие примеры в жизни есть.